всем привет всем привет надеюсь меня видно слышно жду всех запись началась сегодня вот я вот так он прекрасно фоне сейчас жду все принять александр ботвеев здесь александр привет включай камеру видно у нас тут кимчик каил привет принесла всех вижу а принять всем привет включаем камеры вот надеюсь меня слышно видно махните да всем привет видно слышно видно да смотрите я сейчас что сделаю для того чтобы у нас не было неразберихи я выключу настройки звука выключу ваш звук ну или пока все общаются давайте будет у всех включено будем включать постепенно я надеюсь запасли чаем кофе у нас ровно полчаса вот у нас сегодня не простой разговор а не простой теме очень мало времени вот всем известны темы которые мы будем общаться и сегодня я предлагаю быстренько пройтись и наших зрителей будущих потому что будет запись и потом мы будем размещать это соответственно youtube и соответственно и в youtube и фейсбуке так что у нас сегодня есть я хочу представить юрий я веду проект ради мира тв уже много лет я режиссер и друг тимофеев который пригласил меня а для того чтобы создать совместно такую конференцию начну я начну как раз с него тимофей основатель проекта антикоронавирус соответственно когда будет смонтирована эта версия то будет каждого из участников его проекта соответственно дальше стенистополоза с которого мы начнем молекулярный биолог руководитель отдела генетики научно-исследовательского группы радикального продвижения жизни из Испании я как понимаю да с него мы начнем через минуту да из Испании а? из Испании ага отлично Михаил Дейко который находится сейчас в лесу альтернативный историк создатель проекта протоистория видимо кто-то там ищет уже Александр Матвеев исследователь области дизайна и технологий и также Кудрявцев Александр биофак МГУ к нам тоже присоединился круто давайте начнем всем известны наши темы первая тема коронавирус естественного или искусственного происхождения со Станислава начнем если есть возможность включить камеру было бы конечно круто возможности к сожалению нету у меня просто пропускный канал маленький вот давайте будем слушать вас потом вставим вашу видео насчет искусственности искусственности или естественности этого никто не знает и теперь уже не узнает поэтому эти все разговоры они ну скажем так беспочвенны то есть если какие-то будут прямо арестованы какие-то цифровые свидетельства от того что он где-то разрабатывался то тогда да а так все остальное это разговоры не более чем об рептилоидах и шапочках из фольги вот такой краткий ответ это ответ который вы недавно пришли или это вы еще находитесь в такой стадии исследовательской в этом ответе скажем так можем ли можем ли ваше мнение оспаривать скажем так да не надо его оспаривать я говорю что этого никто не знает просто и никогда не узнает вот и все а так сказать можно оспаривать не оспаривать ну да версии версии которые вы на 80 процентов или на 70 в большей степени склоняете я не склоняюсь никакой версии я не знаю меня это уже сейчас перестало волновать скорее всего он природный потому что таких вирусов ходит очень большое количество очень большое количество по миру и просто таким образом получилось что вот этот вирус оказался особенно злым вот и все а можно я сейчас подключусь смотрите очень рад всех видеть слышать очень рад что наши многоуважаемые коллеги эксперты здесь с нами и мне очень важно каждое во мнение вот Станислав а можешь рассказать сейчас да вот именно в формате которым тебе удобно свое представление о том какую опасность несет вирус как ты эту ситуацию воспринимаешь что ваша группа реально накопала вот чтобы мы тебе не задавали как бы вопрос а ты сам озвучил вот то что для тебя важные самые моменты которые ваша группа исследовательская выяснила ну вирус опасен потому что он может вызывать последующие иммунные конфликты внутренние иммунные конфликты потому что он притворяется быть частью нашего организма поэтому организм его так скажем так не быстро распознает вот вот это первое а второе это то что вакцину могут сделать ну скажем так от одного из штаммов вирусов но они будут потом уходить в сторону потому что он очень быстро мутирует вот это кстати кстати тем кто хочет сейчас сказать что там искусственное происхождение и так далее он уже так сильно ушел в сторону то есть мутировал что теперь уже доказать ничего невозможно искусственный он или естественный он просто вот другой чем тот который появлялся когда-то когда он был ну скажем так сколько три месяца назад вот и все а мы особенно ничего не нарыли кроме того что просто у нас есть определенный список всех лекарств собранных по миру которые которые собственно все передовые лаборатории сейчас тестируют и и находят вот Занислав а можешь рассказать свое видение про вот именно опасность вот очень многие люди как бы сейчас Тимофей гидроксихлоракин который который потом через который там через два с половиной месяца говорил Трамп его первым нашел Саша Кудрявцев который присутствует здесь тоже вот он его нашел по судя по журналу 2005 года что он работал с предыдущим вирусом который назывался SARS-2002 или как-то в этом роде ну то есть первый SARS вот так что вот такие дела Станислав а можешь свое видение именно смертности опасности и вообще опасности для человека этого вируса потому что очень у многих с кем я дискутирую общаюсь в соцсетях вот есть массовое такое заблуждение на мой взгляд да вот позиция что ничем не опасней там гриппа какая-то из вирусных пневмоний и зачем из этого делать такую большую историю пускай вот эти вот любители не опасности которые говорят что ничем не опасней пойдут поработать добровольцами в инфекционные отделения соответственно больниц там нужно там трупы вытаскивать мешки таскать и так далее вот пусть они пойдут поработают там и тогда мы поговорим с ними там через недельку опасно это или не опасно то сидя на диване очень легко говорить что это вообще не опасно это это просто замечательная позиция не ну многие знаешь говорят что сми раздули эту тему и что как бы оно не то чтобы не опасно опасно как и многое другое что там вот почему пандемия почему это вот вроде смертность еще об абсолютных величинах не такая большая вот все по Shooting приводитешь там от какого не спида или от какого не Julio больше уберется стоит ли умерла А кто как то всеd с competitors если 100% населения заболеет коронавирусом 100% населения он очень коварно передается если 100% заболеет коронавирусом то тогда 6% примерно умрёт. А 6% от 6 миллиардов, это сколько будет? Сейчас я попробую вспомнить. Ну, это будет самый большой морг истории человечества. Посчитайте, сколько 6% от 6 миллиардов. То есть факты и цифры, они не оспариваются. Все остальные выводы, они скорее выводы из того, что что-то происходит непонятные, и люди начинают скорее надумывать, придумывать целые истории. Мы подальше послушаем ещё нашего альтернативного историка. Пока хотелось бы дальше ещё чуть-чуть помучить Станиславу, потому что я как понимаю, что нам нужно будет уходить скоро, да, у вас? Да, да. Мы быстрее, чем... Что же делать сейчас человеку и потом? Давайте, потому что надо будет простые, в принципе, обыватели. И простые. Давайте дадим какой-то совет, что делать. А хорошим способом является как можно меньше контактировать, пользоваться мылом, ходить только в маске, потому что маска в первую очередь защищает от первичной дозы, то есть от количества вирусов, которых вы вдохнёте. Чем меньше вирусов вы вдохнёте, тем мягче вы перенесёте заболевание. Только маска гарантирует вам, так сказать, вероятность того, что вы получите мало вируса. То есть кто говорит, что маска не защищает, это, мягко говоря, тоже из тех самых, которые говорят, что вирус не опасен. Маска, она, может быть, и не защищает, но она существенным образом уменьшает дозу. Существенным образом уменьшает дозу. И поэтому, если вы его случайно каким-то образом получите, то у вашего организма будет немножко больше времени, чтобы успеть сгруппироваться и выработать правильную систему защиты. Ну, антитела там и так далее. Если вы схватите сразу большую дозу, то вот есть случаи у многих врачей, которые работают тут в Испании, в Италии, и даже уже московских. Когда человек хватало большую дозу вируса, у него просто через полтора суток лёгкие превращались в фарш, и дышать было уже, в принципе, нечем. Поэтому самое главное... Так быстро? Подожди. То есть, прям сразу вирус не через тело попадал постепенно в слизистую кровь в лёгкие, а сразу в лёгкие? Да, если вируса очень много, то он попадает, естественно, в лёгкие и начинает в них быстро размножаться. Вот, поэтому все вот эти вот разговоры насчёт скрытого инкубационного периода, он говорит, от двух дней до двух недель. Так вот, два дня – это, когда ты получил очень большую дозу. Ну, считай, в реактор сходил. И, соответственно, из реактора без защиты живым уже не выйдет. Вот. То есть, конечно, две недели надо ждать, маску носить – это самое главное, скажем так. Да, то есть, маски нужны для того, чтобы а, самому не заразиться, и б, если ты инфицирован, ни в коем случае не заражай других, кто находится вокруг тебя. Вот. Мыть руки, пользоваться дезинфицирующим раствором, если нет мыла. Вирус довольно-таки, скажем так, неустойчивый в окружающей среде, и поэтому, если просто обыкновенное мыло, оно его сразу убивает, сразу убивает этот вирус. Поэтому там уже нет даже никаких разговоров о том, чтобы выжить ему. Вот. У него нету собственного, как это называется, envelope, капсида. Вот. Сейчас я попробую сказать это по-русски. Оболочки. Вот. Оболочки нету. И поэтому он не сильно устойчив в окружающей среде. Но в то время, пока он находит в живом состоянии, его просто огромное количество. Он берет своим числом. И поэтому как раз люди вот так вот заражают. Потому что его там триллионы может быть вокруг зараженного человека. Понял. Благодарю за участие. Оставайтесь с нами, сколько можете. Дальше передаю у нас прямо близо. Так вот. Хочу обратить внимание, что самое главное, это как можно меньше контактировать и носить маску в тех случаях, если вы приближаетесь к любым людям. То есть, конечно же, когда вы идете по лесу, не надо маску надевать. А вот когда вы приближаетесь к любым людям, обязательно надевать маску. Если вы инфицированы и если вы здоровы. Вот. И обязательно мыть руки и обрабатывать все по возможности мыльными растворами. Супер. Благодарю вас. Передаю слово Александру Кудлялцеву, пока у нас не совсем закончилось время. Для Биофак МГУ. Какие ваши ответы на поставленные вопросы? Естественное искусственное происхождение. Прежде всего, на наш вопрос, который, в принципе, всех волнует. От него пляшут многие выводы. Ну, какие выводы идут от того, что он искусственного происхождения? Мне кажется, этот вопрос совершенно бессмысленный, потому что искусственного он или неискусственного происхождения. Нам надо с ним бороться. То, что он искусственного происхождения, нам никак не поможет в методах лечения. Да, не поможет нам от него избавиться, но поможет делать выводы. Дальше глобальные политические выводы. Потом, через десятилетие, если он искусственного происхождения, значит, есть какая-то конспирологическая за ним история. Ну, хорошо, я услышал, да? Александр, а можешь все-таки уточнить, пожалуйста, свое видение? Кроме того, что это там, может быть, неважно сейчас на момент борьбы, но вот то, что Юра как раз обозначил, это для очень многих является аргументом в сторону того, что это биологическое оружие. Соответственно, оно будет следующее потом еще. Это, как многие тоже говорят, еще не самый опасный вирус. Вот выпустят следующую версию. И что слушать, соответственно, никого не надо. Потому что если это биологическое оружие, то СМИ как бы работает на его раскрутку. Вот. Можно вот эту вот версию как бы научным языком как-то объяснить, почему она там низковероятна или вероятна. Вот свое мнение. Выскажи, пожалуйста. Ну, легко сделать из того, что есть в природе, вирус, который будет обладать такой патогенностью, так сказать, как данный вирус. И мы знаем, есть статьи еще нулевых годов, 2015 года, вот по поводу исследования диких штаммов этого вируса SARS, который исследовали на предмет передачи от летучих мышей на человеческие клетки. Ну, то есть в Китае определенные работы по этому велись. Нельзя сказать, что это вот именно с целью разработки, собственно, патогенного штамма, но с целью скорее проверить, насколько вот эти вот вирусы, находящиеся в летучих мышах, летучие мыши, они являются резервуаром для большого количества подобного типа вирусов, коронавирусов, насколько они, так сказать, представляют опасность для человека. И вот мы увидели, что этот вирус, который обладает всего лишь 4%, менее 4% изменений в геноме, они привели к тому, что вирус, который находится у летучих мышей, он уже представляет опасность для человека. То есть, ну, как бы, менее 4% в геноме у летучей мыши, это очень, так сказать, случайно можно сделать, ну, просто в ходе эволюции, да, может появиться такой штамм, может в ходе направленной эволюции, да, когда специально натренировывают вирус против определенных типов клеток, и таким образом можно сделать патогенный штамм. Но если это было сделано искусственно, мы об этом никогда не узнаем. Но от него тогда тоже ты подтверждаешь, как и Станислав, что невозможно создать какой-то универсальный антидот, который там, не знаю, там, рептилоиды, создавшие вирус, или какие-то злоумышленники имеют, и в какой-то момент они применят и сами защитятся. Вот это вот с точки зрения науки невозможно, да, Саш? Вот поясни вот этот вопрос. Ну вот и это, на самом деле, еще один аргумент против искусственного происхождения вируса, потому что если бы это было искусственного происхождения вируса, то мы знаем, что у всех лабораторий, которые занимаются подобного рода патогенами, у нее имеются антидоты, вакцины, да, те, которые могут быстро помочь справиться с этим вирусом. Но мы до сих пор не видим, у кого подобного рода защита есть. или мы пока еще, пока не видим, скажем так. Ну, или он так мультирует, что он в любом случае обойдет вот эти вакцины, я правильно понимаю, что даже если что-то создает, будет создано, то оно сможет вот иметь ограниченные такой вот возможности вакцинирования, то есть от какого-то одного штамма на какое-то одно время, правильно? Ну, да, вот если бы это было биооружием, да, то человек это выпустивший был бы просто самоубийцей, потому что и совершенно не факт, что для страны или для организации какой-то, которая это вирус сделала, ее вакцина сработает, да, мы уже видим, что большое количество штаммов, и как бы это очень было бы глупым действием выпустить, это как судный день, да, оружие судный день. А вопрос можно? Да, 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 Миш, конечно. То есть вы подразумеваете, что вакцина в принципе невозможна от этого вируса, так как он все равно будет мутировать, и вакцина просто потеряет актуальность по времени? Ну, смотрите, сейчас вот ведутся работы по поводу вот такой вакцины, панк-коронавирусной, да, то есть чтобы эта вакцина была универсальной для всех коронавирусов, но пока еще такие работы, они... Ну, смотрите, вот против SARS-а предыдущего, 2002 года, против MERS-а делали вакцины, да, они до сих пор еще, их нет, да, если бы сделали, быстро бы так переделали, и все. Ну, пока вероятность того, что будет эффективной вакцина, это маловероятно, но, скорее всего, это будет основано на том, что сделают просто ослабленный штамм этого вируса, чтобы все все-таки переболели в какой-то мере ослабленной версией этого вируса, чтобы он был не таким агрессивным, да, то есть сделать его направленным, менее агрессивным, такой как простуду обычную, да, и, ну, скорее всего, это будет так. Но все-таки все новости только о коронавирусе, да, это не раздутая история, потому что все больше и больше бывает еще, как бы, из-под дна, да, такие истории, что все, на самом деле, больницы, все это делают СМИ, постановки и так далее. Вот с вашей точки зрения, все-таки не раздутая история. Не, не, ну, естественно, это психолог. Не, не, ну, естественно, вирус очень высокую вот такую психологическую нагрузку для общества имеет, потому что это вот такой вот эффект внезапности, да, мы знаем, что любое внезапное такое вот явление, оно имеет социально-психологическую очень большую нагрузку. Мы сталкиваемся с чем-то неизвестным, да, и если люди до последнего там отрицали, что это там уйдет с наступлением, или это там, что это только для азиатов, да, вот эти вот всякие там расисты, вот эти вот штуки, это вот все проявление вот этого вот именно отрицания страха непринятия неизвестного, да, неизбежного неизвестного, вот. И, ну, это чисто такое социальное явление, не надо приписывать это СМИ, потому что это, ну, типичная такая, типичная реакция на неизвестную угрозу, да, внезапно, с очень быстрым распространением. Вопрос. Ага. То есть летом он не уйдет. Есть что сказать по этому поводу, потому что ты считаешь наоборот, что все-таки это искусственно раздутая история, скорее, я как понимаю, из твоих фейсбучных репортажей. Скажи, осталось буквально 8 минут. Поехали. Смотри, эта история, она изобилует вот этими искусственно раздуваемыми фактами, такими, например, съемки вот этих из больниц. Очевидцы идут, их много достаточно, этих людей и снимают после этого. То есть вечером выходит выпуск новостей в Штатах, где одна из там центральных больниц Нью-Йорка просто завалена народом, стоят в змейке очереди. На следующее утро ничего нет, скорой помощи не ездят, в холлах полная тишина. Единственное, что полный карантин, и люди не имеют возможности массово в этом убедиться. И такие фейки, они действительно есть. И сама вот эта история, на мой взгляд, она тоже имеет много очень странных несовпадений, как и по времени. То есть, например, у нас сейчас уже приближается там середина апреля, да? То есть полтора месяца, как в России, ничего не предпринимается практически по борьбе с вирусом. Ну, вот последние две недели, это, конечно, какие-то запреты. Тем не менее, почему-то, имея такую продолжительную границу с Китаем, мы получаем его только якобы из Италии и уже гораздо позже последних прилетевших оттуда, что тоже как-то не вяжется по времени. Вирус есть, действительно, он существует, но информация по основные жертвы, это люди престарелого возраста, вот в Италии, которые и так должны умереть рано или поздно, и тот факт, например, что врачам позволительно ставить диагноз без определения самого коронавируса, только по симптомам Пор-ВИ, он тоже придает этому немного волнения. Но и само вот это распространение информации, ее слишком много. То есть, я считаю, идет целенаправленное раздувание паники, именно паники, чтобы напугать людей. Ну, для какой-то цели, конечно. Электронная, да, да. Вот Миша сказал определенную, да, вот позицию, а, например, не знаю... Ну, вы видите же, вводятся электронные системы слежения. Да. Вводятся еще большие запреты. То есть, смотрите, когда, например, произошел, мы все знаем, что был сымитирован, сымитирована атака на небоскребах в США. Это, ну, для разумных людей факт. И после этого вводятся жесткие ограничительные меры, ограничивающие свободу гражданина практически в любой стране. Сейчас стоит новый вид терроризма. Он еще менее... Его сложнее обнаружить. Он якобы есть везде. И каждый встречный без маски – это потенциальный террорист, да, назовем, который может тебя убить. И в этом плане мы сейчас видим, что на совершенно абсолютно незаконных основаниях вводятся вот эти ограничительные меры жесткие, которые разрешают слежку за любым человеком. Его перемещение, его транзакции, его там чуть ли не чаты в некоторых странах уже Китай, как минимум, подвергаются проверкам. И, ну, на мой взгляд, тенденция очевидна. На последние 20 лет ничего не меняется. Понял тебя. Хорошо. Юр, давай послушаем вот наших коллег-медиков. Вот, Саш, ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Потому что это очень важно. И очень многие люди вот прям вот это то же самое повторяют. Александр, по-моему, Слава. Я? Да. А, я не медик, я биолог. Ну, смотри, тут как бы вот, ну, я могу повторить то, что ты сказал, да, изначально это обычная реакция на неизвестное, обычная реакция такая психологическая. Ну, мы знаем, что это вот происходит несколько стадий, да, принятие вот этого факта того, что мы, у нас есть эта инфекция, у нас есть, будет огромное количество зараженных, жертв, да. И тут мы проходим через стадию отрицания, когда мы сначала говорим, что нет, этот вирус только среди азиатов, нет, это только среди Китая, нет, это будет летом только. Потом мы переходим к торгу, да, мы говорим, что, ну, ладно, мы там все переболеем, сделаем это как-то помягче. Потом, ну, как бы уже это все переходит в стадию принятия, уже в апатию люди попадают, когда это начинает уже приносить ощутимые издержки, так сказать, да, и в Италии, ну, люди многие в депрессии из-за этого, потому что, ну, им реально это приносит огромный ущерб, как и в экономическом, так и в сусо-гуманитарном плане. Единственный выход от этого — это только принять это быстрее, да, вот, ну, тут вот как бы политика СМИ, она просто — это отражение общества, да, не более. А в том плане, что вот там какая-то несостыковка того, что у нас это большая граница с Китаем, ну, вы сравните, сколько у нас приезжает китайцев и сколько китайцев путешествует в Рим, да. Кроме того, это, ну, это в разы различается. Очень многие китайцы, они на Новый год уезжают в Рим, путешествуют там по разным странам. Ну, а не Рим был центром? Ну, в Милан, там, да, в другие страны. Вот, ну, если вот мы посмотрим, какие места явились такими первоначальными очагами, то это, как правило, туристические районы, где очень большое количество... Это как-то... Можно я расскажу? Альпы... Я в конце февраля... Я дослушал, я поэтому договорю. А, да, пригоди. Да, это туристические места, которые являются вот такими популярными, да, Рим, Милан, Альпы, если договорить о Франции, да. Ну, то есть вот эти вот места, даже вот в Москве, в Москве большое количество зараженных, это все-таки приезжие там из Италии, даже из Сминвод, да, там, куда очень много туризма идет, там, где большой поток людей идет, миграционный. Хотел бы все-таки немножко советов для нас, обычных людей, мыть руки или еще какие-то, может быть, новые советы, как, чтобы, что может быть в будущем еще... Подожди, Юр, Юр, можно я сейчас вклинусь? Подожди, вот смотри, давай сейчас немножко продлим это все, там, если Станислав отключился, мы можем еще поговорить, никто не торопится. Да, да, если только не выключить само. Да, смотрите, у меня вот вопрос, подожди, насчет мыть руки, все остальное мы обсудим. Вот Александр, да, ведет очень сильную просветительскую пропаганду, там, скажем, работу, да, с населением в Фейсбуке, и у нас, как бы, вот каждый день у Александра есть свой канал, я думаю, тоже это обязательно осветим, да, значит, и есть понимание самого главного, вот то, что для Александра сейчас, например, и для меня очевидно, очевидно, а для большинства людей нет. Вот, а именно, уровень опасности, то есть, когда Миша говорит, да, вирус есть, когда вот ты там говоришь, да, вирус есть, вот многие считают, как сейчас, сейчас, как раз многие СМИ публикуют, что опасен для пожилых людей, опасен для, например, людей с проблемами со здоровьем, а если здоров, молод, то, типа, переболеешь, и все нормально. И смертность сейчас озвучивают очень часто в районе одного, там, двух процентов. Вот. Вот, Саш, пожалуйста, опиши, как ты видишь реальность вируса, его опасность, смертность, летальность, и вот какие угрозы для нашего поколения, там, а-ля, там, 30-40 лет. А это вот уже интересно, вот, с позиции, вот, той, которую я озвучил, это вот уже начинается торг, да, вирус есть, но он не опасен, там, да, это вот такая вот стазия очередная. А теперь вот посмотрим на статистику, как бы, среди зараженных, да, там уже проценка главврача из коммунархии, он говорил, когда мы увидели статистику, мы офигели, да, потому что половина, они оказались среди молодых, там, до 40 лет зараженные. Вот. А пожилых, наоборот, было довольно мало. И это следствие политики самоизоляции, потому что пожилых призвали сидеть дома раньше всех, их так, ну, запугали своего рода, что, типа, сидите, и поэтому сейчас в Москве болезнь распространяется преимущественно среди молодых. Вот. Другая опасность, которая, ну, как бы, потенциальная, это если, например, вирус попадет, ну, например, в такие, как бы, группы, где, очень высокая вирусная нагрузка, например, с ПИДом, да, мы знаем, что там в некоторых районах неблагополучных, там, ну, практически все заражены с ПИДом, и мы точно не можем сказать, что вдруг этот вирус там рекомбинирует и приобретет еще большую летальность, да, в результате взаимодействия со СПИДом или еще другие штаммы появится, да. Вот это вот потенциально, просто огромное. Саша, твои оценки летальности, сколько человек умрет из заболевших, сколько процент реально, вот именно последовательно, сколько, так скажем, бессимптомно болеет, мы их не замечаем, сколько с легкими симптомами, сколько с тяжелыми симптомами, сколько умирает, если есть ИВЛ, и сколько умрет, если не будет, например, медицины. Вот твои оценки, ты очень много времени этому посвятил. Да, но смотри, тут мы можем опираться на официальные цифры, на официальную статистику, поэтому я буду как бы придерживаться только того, что вот у нас коронавирус подтвержден, да, мы исходим из этого, что вот если у нас коронавирус подтвержден у человека, то оцениваем вероятность для него. И тут мы видим следующую статистику, что для предыдущих версий SARS, да, это SARS 2002 года и MERS 2012, если я не ошибаюсь, это две предыдущие версии подобного коронавируса, для них был разброс летальности очень большой, для SARS это было 8-10%, да, а для MERS это было 35%. Ну, я вот считаю, что, ну, исходя на, базируясь на том, что он половину похож на тот половин, похож на этот, ну, скорее всего, будет что-то среднее между тем и другим. По тем данным, что сейчас есть, то есть, ну, то, какие сейчас у нас результаты, то мы видим, что 20% из всех подтвержденных случаев, они умирают, да, а 80% они излечиваются. Повторюсь, я пока говорю только про подтвержденные случаи, да, ну, это вот как раз вот находится посередине между 8 и 35%. Подожди, Саш, 20%, ты как-то это сейчас, 20% можешь описать, потому что вот, если сейчас... Ну, зайдите на сайт WordMeter, да, это сейчас самый популярный агрегатор, и посмотрите, сравните, сколько у нас всего известных исходов, да, сколько у нас вылеченных и сколько у нас умерших, то есть сколько человек прошли это заболевание. Да, этот метод, он свои издержки имеет, но самое главное, что мы знаем исход для этих подтвержденных случаев, и все это зависит от системы здравоохранения. Если, например, система здравоохранения перекружена, то этот пациент может быть выше. Если система здравоохранения способна перевалить всех тех, кто к ней поступает, и принять их, поставить на лечение, на госпитализацию, то этот процент будет ниже. Может быть и 5%, да, может быть и даже меньше. Все зависит от особенности системы тестирования в каждой стране, там, если это поголовное тестирование будет, и сразу же будут все случаи... А примерно процент бессимптомных, вот по некоторым оценкам, там в Исландии где-то было практически поголовное, там в районе 50-60% они как бы бессимптомно болеют. Ну, надо сказать, что в эти подтвержденные случаи входят и бессимптомные тоже, да, потому что в большинстве своем тестируют и контактирующих людей, и бессимптомные тоже входят в число подтвержденных случаев. Само по себе вот эти вот подтвержденные случаи, они включают в себя бессимптомных, тех, у кого болезнь проявляется в тяжелой форме, это примерно вот те самые 5-20% которые требуют госпитализации и искусственной вентиляции легких, в некоторых случаях даже применение экстракорборальной нейтральной оксигенации, да, этого вот метода, которого вообще мало где поставлен по регионам России, потому что это требует очень квалифицированного персонала, прям, ну, такой группа должна быть людей, которые ставят вот эту вот аппарат искусственной оксигенации, и, ну, вот, зависит от того, насколько у нас оборудована система здравоохранения, то есть если у нас очень хорошая система здравоохранения, оборудована по последнему слову техники, там у нас на всех есть ЭКМО, на всех есть ЭВЛы, то мы, ну, потенциально можем снизить это, там, ну, всех вылечить, да, там, дождаться пока у человека выработается хоть какой-то там иммунитет, а до этого его на искусственных легких там удержать, вот, и, ну, понятно, что какая-то летальность будет все равно, если у нас никаких нет систем поддержания жизнеобеспечения, то летальность будет выше, да, вот такие вот. В смысле, прям 20 процентов, то есть 100 человек заболело, 20 умерло, 100 миллионов заболеет, 20 умрет? А я вот не знаю, тут можно сделать, как бы, эту демонстрацию экрана? Ну, попробуй, я могу сделать. Потом можешь прислать мне, я просто вставлю в монтаже шмайдер, просто расскажи. Вот, просто мы можем сейчас вот зайти на сайт Вордметр, и вот, ну, сейчас вот я попробую это сделать, демонстрацию экрана, так. Пожалуйста, 20 процентов, это как-то совсем жутко звучит. Вот, вот, в шее, сейчас, так, вот, я сейчас вот вам покажу. Вот, смотрите, допустим, у нас вот есть, так, а сейчас, у нас есть вот наиболее популярный сайт для отслеживания статистики Вордметров. И здесь вот мы видим всю статистику и видим, сколько у нас смертей и сколько у нас восстановленных случаев, то есть вылечившихся. И вот, ну, мы смотрим, закрытые случаи, да, это не моя цифра 21 процент, что 21 процент из всех исходов, они заканчиваются смертью, да. Вот, мы видим, что в Китае изначально летальность была довольно высокой, но потом, когда они нашли различные системы лечения, поддерживания пациентов, она снизилась до 5 процентов, а затем уже началась вторая волна вот этого вируса в Европе, где системы просто начали не справляться и летальность опять выросла до таких цифр, которые мы видим. Вот, поэтому все это индивидуально. Как и, собственно, скорость распространения вируса. Ну, если мы, например, я аппаратно могу переключиться. Так, переключите. Видно, да? Да, да, видно, видно. Меня видно, да? Вас пока не видно, видно компьютер. А, вот, стоп-шир. Вот, если мы, как бы, говорим о таком показателе, как контекиозность, да, она тоже зависит от множества факторов и сугубо субъективная оценка, она для каждого случая, она будет своя. Если там строгий режим карантина, никто не выходит, то R0, это вот то, сколько пациентов будет заражаться от человека, то он будет примерно как у гриппа, на самом деле, может быть, чуть повыше, но меньше двойки. А если у нас нет режима самоизоляции, если у нас нет жесткого карантина, то, вот, по последним данным из Лос-Ломонской лаборатории, как я публиковал, главный на них доклад, контекиозность может дойти до 6, до 5, 7, ну, они вот посчитали на основании своих данных, 5,7, это R0, показатель, сколько человек в среднем заражает окружающих. То есть, смотри, Саш, получается, что меры, которые принимаются правительством, принимаются сейчас, орутся в СМИ, запрет на выход, это не попытка, там, государств создать, там, цифровой концлагерь и всех нас, там, как бы, контролировать, а это реально попытка спасти, как бы, жизни, потому что иначе 20% там смертность, ну, это совсем не серьезно, это просто ужас уже полный, да? Да, это попытка вот снизить... Серьезно, да. Даже с лицом серьезно, да, с лицом. Это попытка снизить вот эту вот скорость, во-первых, контагиозность, а во-вторых, летальность, потому что в данном случае, чем выше контагиозность, чем вот больше социальных контактов, тем выше нагрузка на систему здравоохранения. Мы, когда вводим режим самоизоляции, снижаем скорость распространения, снижаем контагиозность, мы таким образом снижаем и летальность. Слушай, Саш, а тогда дальше. Давай тогда посмотрим, как ты видишь развитие ситуации. Вот если мы говорим о том, что вот меры, которые сейчас принимаются, они примерно такими остаются, то есть мы не видим возможности, например, в России введения жесткого карантина. Ну, то есть я лично не могу себе представить, и все, кто вот как бы говорит, что в этом случае, в случае, если как сейчас, там какое-то время у нас там карантин, потихонечку, постепенно, все руки моют, ходят на работу только в важные предприятия, там, не знаю, там общепит закрыт, там массовых мероприятий нету, то что нас ждет, вот так вот, твой взгляд? Только честно, без там приукрашиваний или запугиваний? Ну, у нас еще пока не определились с тем, по какому сценарию будут идти, но, скорее всего, у нас пойдут по чему-то вот среднему между итальянским и китайским сценарием, когда будут всех, так сказать, потихонечку заражать, пока не сформирована эпидемическая прослойка, но этот сценарий лично для меня не очень близок с точки зрения того, что надо заботиться о людях, потому что, ну, это все от чего идет? От того, что система, она не способна вот этот вот карантин жесткий сдержать, как в Китае, и поэтому, ну, такой вот, выбирает сценарий по такой контролируемому заражению. А что оно даст? Если вот сейчас последнее исследование, которое ты публиковал вчера, по-моему, я бы даже репостил, оно о том, что там до 82% получается нужно, чтобы все заболели, то есть и при смертности, соответственно, 10 там процентов и еще повторных заражений, то как-то этот Herd Immunity, оно как-то звучит как Herd какой-то уже там... Да, они вот как вот англичане считают, что мы можем справиться с этим по контролируемому сценарию, и поэтому, ну, это вот тоже идет такая стадия, которая, ну, они пытаются до последнего не принять то, что придется вводить жесткий карантин, пытаются торговаться. То есть это не специальная какая-то теоретическая история, которую они на практике хотят попробовать? Скорее, это вот стадия того, что они боятся? Многие проходили через это. Ну, вот, например, Англия, да? Англия решила по своей, некоторые называют это рациональной политике, английский рационализм, выбрать вот эту стратегию контролируемого возражения, но в итоге они пришли к тому, что эта стратегия у них не получилась. Да, там и Борис Джонсон попал в реанимацию, в отделении интенсивной терапии, и там Королева выступила, что это чрезвычайная ситуация. Она выступала в последний раз, я не помню, по-моему, ну, когда она выступала? Во время Великой Отечества? Когда-то очень давно, в общем. Вот, и поэтому наши тоже в этом плане повторяют скорее вот эту реакцию того, что мы справимся, мы контролируем сценарий заражения, как и японцы в том числе, кстати, которые пришли к тому, что приходится вводить все-таки жесткий карантин. И в итоге, итоговый вариант он только китайский. Но только с помощью китайского сценария можно это как-то сдержать, остановить. Что делать? Сидеть дома, мыть руки и все остальное. Все советы, в принципе, всем известны. Может быть, есть какой-то эксклюзивный от вас совет, как продержаться в это время с точки зрения биолога, в том числе, как не сойти в сумах изоляции, какие-то советы можно дать. Тут экологическая, экономическая уже проблема, понимаете? Тут экономическая проблема, как продержаться вот это все время. Чем это все обернется для экономики, как это все будет государство сдерживать? Потому что мы знаем, у нас на 60% бюджет из нефтяных доходов складывается. Потребление нефти падает, цена падает. Если бюджетники радуются сейчас, что им платят из бюджета, то, может, это лишь. Да, Саш, ты как-то это очень уж, как бы, да, то есть, во-первых, расскажи немножко про лекарства. Вот у нас же в группе там столько вот этих тем с мелатонином твоя история. И вот как бы, может, все-таки есть какая-то, да, такая позитивный сценарий? То есть, например, если человек, правда, здоров, и у него там все хорошо, у него есть шанс просто не заболеть, потому что у него там иммунитет с небольшим количеством вируса как бы справляется, и он как-то так, типа, вакцинируется по легкой или какой-то хотя бы позитивный. А что ему надо делать? Нам делать нужно, надеюсь. Мы все еще не заболели. Как продержаться и не заболеть? Продолжать пол-зума. Самое главное – это режим самоизоляции. Тут вот, ну, как я там закупился там сразу продуктами на долгое время, и чтобы не выходить на улицу, лишь вчера в магазин не посещать перчатки, маски, очки, что самое главное, такие защиты от всех поступлений вирусов в наш организм. Вот. И это сейчас самое главное – задержать вот себя от этого инфицирования. Но если, так сказать, все-таки произойдет это инфицирование, то иметь при себе вот наиболее такие потенциальные лекарства, чтобы в случае, если… Ну, вот сейчас, например, робот недавно обращался, обращался человек, рассказывал следующую ситуацию. У него вот он заразился, и врач ему говорит, вот есть лекарства, да, которые помогут тебе справиться, мы тебя не можем принять, да, пока что. Но купи вот эти вот лекарства и попробуй их принимать, лечиться. А она, ну, это была девушка, она говорит, а где эти лекарства найду, их купишь без рецепта? Ну, он там сказал, что надо найти какую-то дружественную аптеку, да, которая продаст тебе. Она спрашивает, а почем сейчас цена? Да, ну, как бы… Небольшой чугунный мозг, кстати, так же, как и в дефиците сейчас в маске. Так, я вот… Да-да-да, мы насекуем, последнюю фразу просто, мы слышали об этом. Ну, так как в дефиците сейчас средства защиты, так же в дефиците будут и лекарства. Ну, может быть, у нас вдруг наладят систему производства этих лекарств, я не знаю, но мне кажется, это не быстрый процесс. А вот что ты рекомендуешь? Мелатонин, вот хлорхинин, ты сейчас все равно сохраняешь его как вариант терапии? Гидроксиклорохин я нашел путем сравнения вот таких как бы основных функциональных сайтов этого вируса, с другими вирусами и посмотрел, насколько активность различных веществ показана для других вирусов, у которых данные функциональные сайты наиболее похожи. Оказалось, что вот он наиболее похож, вот его основной фермент, который отвечает за репликацию, с SARS-2002 года, очень высокая идентичность у этого фермента с SARS-2002 года, у нашего коронавируса. И оказалось, что вот вещество, которое очень хорошо защищает от репликации, это вот, оказывается, гидроксиклорохин. Механизм действия пока что до сих пор точно не понятен. Некоторые предполагают, что он воздействует на эндосомы таким образом, как бы ингибирует репликацию путем защелачивания вот этой вот пузырька, в которой проходит вирус внутрь наших клеток. Некоторые полагают, что он взаимодействует с функциональными белками этого вируса. Есть еще предположение, что он оказывает вот такое снижение симптоматическое за счет своей иммуномодуляторного эффекта, потому что вот, ну как вот такая вот иммуномодуляция происходит при малярии. Мы знаем, что вот этот вот гидроксиклорохин, он прошел свое первое одобрение в случае малярии. И как он там работает? Там просто лейкоциты, в которых, ну и вообще клетки крови, в которых распространяется эта малярия, малярийный плазмодий, да, в эритроцитах, эти все клетки, они просто очень сильно понижаются. И таким образом плазмодию ему просто негде размножаться. А в случае нашем, когда у нас происходит обострение при ЦАРСе, у нас происходит очень острый иммунный ответ. И настолько острый, что он оказывается смертельным, да, для наших легких. Мы умираем не просто от самого вируса, то, что он повреждает наши легкие, а от того, что у нас развиваются острые воспалительные реакции, да, в наших легких. Он так и называется, острый респиратурный степан. Воспалительный степан. Вот, и тут в данном случае очень важно остановить вот это вот острое воспаление. И в этом плане гидроксихлорохин может быть активен, вот уже вот в плане того, что он снижает воспаление и не происходит вот этого увеличения летальности из нашего иммунитета. А в качестве профилактики просто. Да, вот милка, милка, скорее, да. Да, в качестве профилактики, вот мы недавно опубликовали статью с нашим коллегой из США, Алексом Штайнером, что у нас происходят различия между молодыми и пожилыми в плане смертности, оно очень большое. И я думал, почему так? В чем это вот отличие такое? В чем защита молодых от пожилых? Мы знаем, что вот эта вот летальность детей от одного до десяти лет, она минимальна. От одного года до десяти лет она минимальна. И это коррелирует с уровнем мелатонина, выработки мелатонина. Это уже состыкуется с тем, что в случае вируса он занос и пришел к нам из летучих мышей, у которых уровень мелатонина, он вообще высокий, потому что уровень мелатонина зависит от того, сколько времени организм пребывает в темноте, мелатонин в гормон темноты. То есть типа лучше сидеть в темноте потенциально можно, то есть вот серьезно? Скорее спать, скорее порежи. Смотри. Нет, не обязательно спать, кстати, можно сидеть в темноте, бодрствуя, будь мелатонин высокий. Давайте, давайте, выясни. Здоровый сон, он отвечает за более высокую уроку мелатонина, да, ну то есть стоит соблюдать режим сна. Ой-ой-ой. Так, кто-то... Алло, алло. 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 Так, давайте сейчас подождем Александр, он пока подключится. Я просто стою вот тоже вот в этой группе, я думаю, Саша поделится там, возможно, можно участвовать. Вот, и там вот это открытие с мелатонином, то есть потребление мелатонина определенное количество в день, вот. Слушай, ну не знаю, сейчас Саша, наверное, просто переподключится и появится заново. Вот. Господа, я просто что хотел вот сейчас вот подчеркнуть из того, что говорит Саша, что... Ну вот люди, которые абсолютно не заинтересованы, которые реально занимаются научными исследованиями в международном сообществе, да, и обладают экспертностью, они предупреждают, что это не шутки. Саш, продолжи, пожалуйста, про мелатонин. Да, да, последний мелатонин, да, про сон. Все выключим. Да, это сон, это искусственный опыт, ну то есть повышение с помощью, вот есть такие таблетки для нормализации сна, это мелоксен, сейчас аналоги его очень есть различные. Что-то с интернетом. Питание, его можно достать, этот мелатонин, не можно его понять. Так, у меня интернет, по-моему, с... Да, да, Александр, с интернетом. Алло. Да, да, сейчас мы слышим, сейчас мы слышим, сейчас слышим. Вот, ну, вот здоровый сон, искусственный его прием, то есть повышение с помощью таблеток, добавление мелатонина на ночь, да. Да, если вот 3 миллиграмма, то в этом случае мы... Что же такое? Очень сильно, особенно у пожилых, у которых мелатонина практически не... Может, так всем видео выкрутить? Да, что-то с интернетом, блядь. Нашего главного спинтера. С интернетом. А попробуй выключить камеру, Таш. Может быть, получится просто говорить. Александра Кудрявцева, который... Попробуйте вы выключить камеру. Ага. Вот. Мы ничего, кроме сна, не слышали, можно повторить. Это здоровый сон, поднимает мелатонин. Светофильтры, которые защищают свет от тех длинголом, которые отвечают за выработку мелатонина. Это его прием в качестве таблеток, добавок биологически активных, которые могут повышать его уровень в крови. И это наиболее актуально именно для пожилых, у которых этого мелатонина очень мало. Ясно. Так, Саша, скажи, пожалуйста, какие светофильтры? Это какие, темные просто очки или какие? То есть... Я могу сейчас уточнить, какие светофильтры... Ну, вот я сейчас ответить не готов на самом деле. Какие светофильтры... Да-да, можно как раз опять включить, показать. Алло, это Станислав Полозов? Да-да-да-да. Мы еще здесь. По-моему, оранжевые. По-моему, оранжевые. Краешком уха слышал, вот, сейчас... Это оранжевые очки. То есть, именно... То есть, проверить, отфильтровывают ли оранжевые очки синий свет, можно надев их и посмотреть на какой-нибудь синий светодиод. Если синий светодиод видно, что он синий, то значит, это очки ненастоящие. Если светодиод не видно, ну, он там светится как-то, но слабо, но не синим светом, то значит, очки настоящие, отфильтровывают вам свет. Обычно это стоматологические очки, которыми пользуются стоматологи, чтобы вот зубы как-то запломбировать. Вот знаете, какие очки есть, аранжевые. Вот это вот как раз... Они примерно сюда и относятся, к самым лучшим клиентам. Прекрасный совет. Отлично. А может быть, добавить что-то... Это прям может смыслить, да, риск? Риски могут это снизить? Это не снижает риски, это способствует лучшему, большему сохранению мелатонина в вашем теле. То есть, скажем так, отсутствие синего цвета приводит к тому, что мелатонин не разрушается. Вот. И потому что есть ферменты, которые, собственно, удаляют мелатонин из мозга. Вот. И из тела. А когда у вас синего цвета нет, то они работают существенно меньше. Вот. Вот это да. А еще какие-то рекомендации, Станислав? Может, у тебя есть еще какие-то рекомендации? Вот мелатонин, понятно. Вот про витамин С писали. Вот имеет смысл витамин С? Я вам закупился. Хорошая рекомендация – это спать побольше. Спим, сидим дома. Что лучше может быть еще, чтобы сохранить свою жизнь? Смотрите, как нас изменила вообще жизнь. Да, да, да. Вот. Я сейчас попробую камеру включить. Я просто не понимаю. О, супер, да. Вот. О, очень приятно, да. Вот. Вот такие вот очки. Они стоят совершенно копейки. Они абсолютно не пропускают тени свет. И поэтому хороши для того, чтобы отфитровать его. Это то есть вечером, когда вы ложитесь спать обычно, то есть колбаситься по ночам и читать то самое. Лучше вот в 9 часов вечера надеваете, где-то через часик-полтора ложитесь спать и все. И спать надо хорошо и как. Прекрасно, прекрасно. Смотрите. На какие неожиданные вещи мы вышли. Закупаемся очками. Ну, вы знаете что? Если вы хорошо спите, хорошо спите, Я прекрасно. То можно очками и не закупаться. Просто нужно соблюдать режим дня, сна там и так далее. И просто хорошо высыпаться. Потому что очки это нужно для тех, кто там, ну, реально испытывает проблемы с засыпанием и так далее. Вот. А так... Танислав, а что это нам даст? Вот смотри, это нам даст легкое течение, да? Более потенциально, более легкое течение болезни, но не защиту. Есть ли какой-то вариант, когда человек не заражается? Вот просто вот его как бы вирус попадает, там, хотя бы в какой-то ограниченном количестве, но он не заражается. Есть ли такие люди? Они что-то известны или нет? Дело в том, что эти варианты пока еще не исследованы. То есть феномен этого вируса заключается в огромном размахе, в огромном размахе между степенью, так сказать, между тяжестью болезни. Все остальные вирусы мы примерно знаем. То есть если у нас есть грипп, вот, то мы знаем, что мы переболеем, там у нас будет температура, мы будем кашлять, там чихать, там переболеем, но там очень малый процент перенесет тяжело и умрет, да? А вот. А если у нас Эбола, то 80% населения умирает, все благополучно умирают, и все, Эбола. Вот. Если чума, то это... О, вот именно такие очки, да. Спасибо, вы мне передали буквально. Видите, как, в зуме можно. Где ваши очки? Вот они. Да, значит, новая фишка зума. Но на самом деле, это как раз те самые очки, про которые я говорил. Эти очки не полностью прикрываются. Да, да, да. С Таиландом. Они выглядят точно так же, но они не полностью оранжевые, потому что если вы видите хиний свет на экране, то, значит, это такие фейковые очки. Вот. Да, фейки. Чуть-чуть прикрываются. Вижу. Да, видите, фейки специально. Про что я рассказывал? Я рассказывал про то, что размах очень большой между степенью тяжести болезни. То есть от совершенно легкого до совершенно очень тяжелого. Вот. Ну, скажем так, смертельного. То есть, вот говорю, если там бешенство, все понимают, что если бешенство заболело, то 100% смерть. Вот. То здесь можно и абсолютно легко перенести, как выяснено, что очень легкие, формы есть, так и очень тяжело. Так, например, в случае с теми, кто умирает под аппаратами вискотного дыхания или вообще нет аппарата. Вот. И практика показывает, что самая страшная, опасная штука, как я уже говорил, это поймать в самом начале заболевания очень большую дозу вируса. То есть, если вы вдохнули слишком много вируса, то, соответственно, получается, что у вас и шансов быстро сориентироваться вашему организму мало. Поэтому маски здесь очень важны. И действительно, самоизоляция. То есть, самоизоляция может быть разумной. Это не значит, как вот, я сейчас в своей не нахожусь, у нас у всех просто загоняют в квартиры и вообще нельзя ходить нигде. А просто не приближаться к другим людям. Вот что такое самоизоляция. Не приближаться. И это настоящий, где вот, был бы вариант, а не так, как здесь. То есть, в общей сентябре. Поэтому, в общем, вот такие рекомендации. Что еще? А вот интересно, развитие пандемии, вот как она будет проходить дальше? Вот давай гипотезу постройка. Я же не, как это называется, не военный эпидемиолог, чтобы что-то такие вещи говорить. Я знаю только факты, там биологические объекты. Вот, например, возможно ли вот этот Herd Immunity, вот, например, переболеет как бы значимое число людей? Они опять могут заболеть или нет? А если вирус очень далеко уйдет в своем мутационном эволюции, то, конечно же, они заболеют и второй раз, и третий раз, и четвертый. Тут вопрос в том, что грипп, например, достаточно, скажем так, однородный вирус, да? Вот. И он когда идет, вот, в один год там или там, то получается всего там два или три штамма всего. И против них как раз и вакцинируют возможные. И он не очень быстро мутирует. И через там год или через полтора снова начинается новая вспышка, потому что он достаточно далеко ушел. Он в животных также в качестве резервуара освеживает. А с этим вирусом получается то, что он очень быстро мутирует. И поэтому вполне возможно, что те вот вакцины, которые, ну, обычный способ вакцин приготовления при гриппе, он здесь работать не будет, потому что здесь это будет быстрее, сильно быстрее идти. Ну, как-то и выводы, и выводы какие. Тогда получается, что если не сдержать, как в Китае, а скорее всего в России, уже этот сценарий как бы невозможен. В Европе уже... Нет, невозможен, невозможен. В Китае он хоть и чуть-чуть поздно схватился, но очень жестко это пресек. Или в Гонконге, например. Самый идеальный вариант это Гонконг. Там вообще ноль заболевших местных. А? И Сингапур. И Сингапур, да. Там ноль заболевших местных, и все, кто заболевает, это только что прибывшие на самолетах. Вот, ну, то есть их потом отфинтровывают, и, соответственно, они сидят. Нет, позитивный сценарий понятен. А вот, например, США, Италия, Испания, вот где уже значимый процент населения носители, уже не выгнать, всех не остановить. Да, да, да. Короче, где меньше всего дисциплины, там больше всего будет распространение вируса. Где больше всего демократии, там меньше всего будет распространение вируса. Вот так вот ловите, так сказать, обратно пропорциональную зависимость. Плата за свободу, да? Да, да. Вирус это демократический вирус. Он распространяется исключительно в странах развитой демократии. Вот. Ну, это нас должно спасти. Но что-то я вот боюсь, вот в России в этом моменте... А вот мы когда-то смотрим, насколько у нас демократия развита. Вот. Чтобы потом говорить. Так что вот такие дела. Тут где-то недавно я видел, кстати, такая, так прямо, извините, как сказать, ржачная шутка. Где-то видел обзор по готовности, по готовности, значит, стран к тотальным эпидемиям. Буквально это был 19-го года обзор. И как вы думаете, кто был на первом месте? Как вы думаете, кто был на первом месте? США. В Гонии. Естественно, нет. США и Англия, естественно. А самые последние, это были Россия и Китай. Или что-то в этом роде. Вот. Так что, вот, называется, мотайте. Делаем выводы сами, что называется. Да, да, да. Вот. Если хочется, вы сами можете найти, или я могу найти, но очень интересно. Я вот тут могу показать определенную статистику. Вот, посмотрите. Здесь вот я вот запостил определенное, ну, как бы, число смертей с первых ста зарегистрированных, да. И вот тут вот что мы видим, что наиболее, вот, ну, наибольший рост показывает США, потом Испания, вслед за ними Франция и Италия. И тут вот две кривые растут очень медленно. Это Китай и Иран. Вот. Как бы, можно провести такую, как бы, плату за революцию, плату за либерализм. Вот в этом плане вот такая. Да, да. Конечно, жуткие графики. Вот что тогда будет в США? В США они вот уже, фактически, в Нью-Йорке не остановить. Значит, соответственно, все в США переболеют, получается. И при смертности, которую вот не CDC говорят, там, 1-2 процента, а вот по твоим раскладам, получается, 5-10 минимум процентов. То есть в США у нас там планируется там 20 миллионов, а не 200 тысяч, да? Они всегда могут, они всегда могут завернуть свои кривые, да? Они всегда могут вести жесткие меры по контролю, и тогда будут кривые такие же, как здесь. Очень большой наклон. Вот это самое главное сейчас. Завернуть эти кривые в сторону уменьшения скорости прироста. А это мы видим только с помощью. Можно я еще скажу что-нибудь, да? Вот. Соответственно, они-то, конечно, могут вести жесткие меры, но у них оружие, у населения, там, в разы больше, чем у армии. Это да. Вот, поэтому, как сказать, я же говорю, чем демократичнее цена, тем больше будет разгул демократии. Да. Так, что же, надо требовать полного карантина и закрытие всего в России, тогда возможно. А вот, давайте тогда продолжим вот это рассуждение. Отлично. Вот, Станислав, скажи, пожалуйста, а вот как ты видишь, люди же, они кроме как не хотят не болеть, они же еще хотят еще и есть. И вот, если экономика встает, то, как бы, у нас нету системы обеспечения людей питанием, как-то, они все в магазинах за денежку покупают пока что, да? Нет обеспечения людей там необходимым. То есть, и получается, во многих бедных странах, вот, например, в Индии, я просто слежу за Индией, там много времени провел, да? Там уже порядка 30% нищих уже вообще без работы и без денег. И они, понимаешь, уж лучше покашляют, но поедят. Понимаешь, и 20% это не 100%. Вот. И как бы есть нужно всем. И поэтому вот здесь вот не есть ли такой вот выбор между там смертью от вируса и смертью от просто экономической ситуации голода и хаоса? Я в социальных аспектах не очень разбираюсь, но действительно встает такой вопрос, что если, как сказать, что если начать тушить, как тушить, это у меня один знакомый мой товарищ, что мир пострадает больше не от того, что случился пожар на верхнем этаже в доме, а от того, что пожарники солили водой весь дом. Вот. И тут действительно примерно такая же картина, что да, есть высокий уровень смертности и так далее и тому подобное, но если умрет вся страна целиком, это будет существенно больший урон для, скажем так, для той страны, чем, ну, какие-то определенные проценты населения. Но тут непонятно, что делать, потому что, я говорю, единственные способы это все-таки научить людей не передавать друг другу вирус, просто по-другому себя вести. Вот. Просто по-другому себя вести. Вот, например, ходи всех строго в масках, там, не как-то кашлять по-другому, там, и так далее. В общем, короче, вот такие вот вещи. Если ты болен, то ни в коем случае не выходи из дома и так далее. Вот такие вещи нужно тренировать людей, а не полностью всех закрыть, потому что вот я сижу здесь уже почти месяц скоро будет полностью закрытый, и мне это порядком надоело, и это еще, как сказать, если есть какой-то запас денег, а если запаса денег у людей нет, у них есть такие люди, которые живут от дня к дню, и все, и все это кончается вообще полностью. Вот. И таких во многих странах большинство. И дольше, чем там полтора-два месяца это может просто начаться социальные какие-то, скажем так. Ну, таких вот людей в Китае было очень много, которые живут от зарплаты до зарплаты, но они вот справились с помощью системы сухпайкоп, там, и... Ну, это... Не надо сравнивать Китай, где все сделано, так сказать, в рамках централизованного управления государством, и какой-нибудь, скажем так, США, где человек человеку друг, товарищ и брат, да? Вот. Поэтому, поэтому, да, и медицина еще бесплатная. Если у тебя даже, если у тебя даже, например, случился какой-нибудь коронавирус, тебя поединить должны налететь, то посмотри твою страховку, и у тебя нет страховки. Все свободен там, лежи вот там на улице. Вот. Ну, вроде как в Нью-Йорке сейчас всех принимают. Вот. В Нью-Йорке как бы вот тоже, они как бы адаптировались через какое-то время, и я думаю, но когда слишком много заболевших, вот у меня вот тогда вот такой вопрос, вот смотрите, мы говорим сейчас про сглаживание вот этой кривой, загибания, но если у нас преодоление вот этого порога медицинских, так скажем, учреждений, оно происходит в самом начале этой кривой, то уходит она вверх или загибается, разница будет только в длине получается вот этого срока, а количество смертей в случае, если не справляется медицина в любом варианте, да, оно уже будет предельным, а экономика, получается, убивается или там не очень убивается, и в этом случае я вот все-таки на стороне вот сейчас, на стороне сейчас вот этого варианта, когда нету карантина, но есть полная очень строгая культура, да, то есть никаких здорований, вот то, что ты говоришь, то, что в Гонконге, в Японии у них как бы более-менее естественно это принято, да, то есть они сталкивались с эпидемиями раньше, но закрытие, мне кажется, просто может привести вот к хаосу и как бы не то, что даже вот прямому голоду, а, например, расколу преступности, когда человек без денег, он просто будет пытаться отнять у человека с деньгами и с едой эту еду. Так уже начались такие случаи, что-то сидело. Смотрите, Тим, вот я еще раз напомню, летальность зависит от перегруженности больниц, перегруженность больниц зависит от скорости распространения инфекции, скорость распространения инфекции зависит от контагиозности, контагиозность зависит от режима закрытия, самоизоляции и так далее, да, чем быстрее, чем значительнее ты ограничишь вот эту скорость распространения социальных, ну, через социальные контакты, тем ниже у тебя будет летальность. И занести эту кривую можно только с помощью режима строгого карантина. Отлично. Александр Матвеев, может быть, есть вопросы какие-то, вы к нам присоединились с точки зрения? Да, у меня вопросы касались тестирования. То есть, вот, тесты, это, на мой взгляд, одно из самых важных вопросов. И хотелось бы, вот, именно специалистов получить какое-то понимание. Те тесты, которые есть сейчас, они вообще, как бы, им можно доверять, они там какой точностью обладают и что они дают вообще на сегодняшний день? Спасибо. Наилучшие тесты сейчас делаются с помощью ПЦР. Они делаются путем взятия анализа крови и фиксирования ДНК внутри крови вот именно вируса. Дальше есть различные варианты по ИФА-тесту, то есть с помощью антител. Здесь могут как детектировать наличие антител к вирусу, так и наличие самого вируса в различных мазках и так далее. Самые точные тесты это вот именно с помощью ПЦР, то есть обратной полимеральной цепной реакции, но даже они имеют определенную ошибку. Поэтому в Китае признав это в итоге перешли ко второй модели. Я даже могу сказать когда это началось, когда изолировали просто всех. Брали всех подозреваемых и вы помните вот этот момент, когда резкий скачок произошел, да? Товарищи? Да, конечно. Вот. И вот именно с этого момента он был переломным. Спустя какое-то время после введения вот этой методики, когда у нас тестируют по симптоматике и берут просто ну всех кого только можно и закрывают потенциальных подозреваемых на карантин, вот тогда начала снижаться смертность и тогда Китай победил эту болезнь. Никакое тестирование вот в плане того, что как бы уже болезнь у нас имеет место быть, мы все-таки не Южная Корея, где есть ограниченное число людей и можно провести повсеместное тестирование. Это нам сейчас не подойдет, потому что цена ошибки вот эти вот 5-2% неважно, она слишком большая, потому что если ложный отрицательный тест будет, то этот человек просто заразит еще десятки людей. Равно какие можно положительно, когда я его положу в больницу и он там еще заразится какой-нибудь больничной эффекцией, то есть тоже может сработать не в плюс. вот смотрите, а тут ничего не поделаешь, придется этим поступиться, чтобы спасти общество от того, чтобы инфекция распространялась. Вот смотрите, это произошло примерно 12 февраля и после того, как они перешли к этой методике, начало резкое снижение и в итоге Китай победил эту болезнь. Просто изоляция всех, кого только подозреваемых можно. Жесткий перст. Потому что тестирование, тестирование, даже вот эта вот ошибка в ПЦР-тестах 5%, 2%. Она в данном случае, когда у нас уже большое количество больных, она для нас уже является критической, слишком большая цена вот этой ошибки в 2-3%. Даже при ПЦР-тестах, когда у тебя кровь, я чувствую наличие ДНК-вируса. Следующее, но тестирование, оно важно в следующем этапе, когда уже малое количество больных и тут важно именно превентивное тестирование, то есть когда у нас например, уже побороли эту инфекцию, у нас мало уже скорости распространения, то тут профилактическая роль тестирования, допустим, человек пришел на работу, сдал тест, допускается к работе и таким образом мы контролируем вот через вот это повсеместное скорлевое тестирование, как бы вот это распространение инфекции и так можно победить эту ситуацию. Можно здесь ключевое слово, Саш, ну то есть ты все время настаиваешь на том, что есть успешный пример Китай, да, есть успешный пример Азия, но как будто, знаешь, ты настолько не хочешь думать о плане Б, когда как бы в России, например, это все не получается, а я вижу его, но при всем там как бы любви, уважения к нашей великой родине и всем собравшимся тут, ну как там, не знаю, преобладающие как 80-20, а то и 90-10 процентов. Соответственно, скорее всего, уже сейчас, когда там у нас по тысяче в день там зараженных, да, и больше, это уже, ну нереально, уже значит, что оно распространилось, никуда всех не свяжут. Вот смотри, мы где-то сейчас вот по Китаю, по Ухане, мы сейчас где-то вот на конец января, да? Ну, и что, в Ухане-то можно закрыть, а Москву не... А, не-не-не-не, это погоди, это не конец января, даже, это не конец января, это число... А, да, новых случаев. То есть, мы сейчас по Ухане где-то на конец января находимся, и вот, когда у нас пойдет уже больше там двух тысяч, тогда уже вот уже надо будет скорее вводить это все дело, тотальный карантин, и мы видим, что спустя 2030-го января до 12-го февраля, когда перешли вот на эту систему поголовного изолирования на карантин, даже людей с симптомами или подозреваемых, когда всех подозреваемых перевели в зараженные, практически. Это вот было 12-е февраля, то есть, спустя 2000-е это где-то 12 дней, 2 недели, можно сказать. Ну, понятно, но это же очень быстро пройдет, и как бы в виде по реакции нашего власти, наших систем, ясно, что они сейчас это не включат, не смогут, а даже если включат, они всех не переловят. Ну, Саш, не знаю, Станислав, ну, скажите, ну, че честно же, ну, мужики, ну, че мы как будто, знаешь, как будто мы на гостелевидении, и нам нельзя критиковать, понимаешь, мы же все-таки были с ними. Ну, почему? У нас есть очень хороший опыт Советского Союза, да, в этом плане. У нас есть очень хороший задел, так сказать, который мы можем очень быстро реализовать. Советский Союз уже 30 лет назад. Есть потенциал лобилизации Красной Армии, так сказать, да, наши армии. Что конкретно у нас есть? Что вы имеете в виду, да, да. Ну, вот эти вот, как бы методы мобилизации, они в армии до сих пор известны, и люди, которые отвечают за это, они очень могут... Вспышка ОСПы, не помню в каком, в 60-м году в Москве подавили за буквально за две недели жесточайшего карантина, и никто не ожидал, что вдруг будет сейчас ОСПы и так далее, но тем не менее отследили все, всех, всех посадили на карантин и спасли страну от тотального расползания в ОСП. Да. Ну, масштаб тогда был десятки случаев, по-моему, 67 или что-то такое. Сейчас мы реально там говорим о десятках тысяч случаев в России общее, ну, с учетом там незарегистрированных и так далее. Смотри, когда у тебя объединенная популяция, модель распространения вируса, она как бы свободная, вирус распространяется среди этих людей свободная. Когда мы изолируем всех по небольшим группам, там, по домам, там, по отдельным ячейкам, то у нас скорость распространения, она снижается. И вот именно Китай и показал это, как это делать в случае больших масштабов. Также и мы можем это сделать. У нас советские борьбы с инфекциями и советские эпидемиологи, они еще живы. Армия имеет опыт мобилизации, и поэтому у нас все будет в прошедшем. Так армия-то сама перезаражается. Вот вам национальную гвардию ввели как раз в Нью-Йорк, там сразу и сейчас даже на суднах на Теодор Рузвель тоже там половина. А не важно, перезаражаются ли армия или нет. Важно именно то, насколько эффективно они будут контролировать, чтобы люди сидели под нам. Предлагаю на это обнадеживающей ноте подходить к концу. Все-таки мы нашли опыт Советского Союза, который нас спасет, правильный сон, вот, и все предостережения мыть руки и носить очки, которые синие не будет. и по праздникам скажут нашим зрителям, будем закругляться, между получасом мы проболтали полтора часа, я думаю, еще бы час точно еще проболтали. Спасибо. Мы можем еще через какое-то время встретиться и посмотреть, что происходит, проанализировать. Да, я вот тоже, Юр, очень предлагаю, хотя бы там через неделю, сейчас ситуация очень динамично развивается, и тоже в режиме, не знаю, часового такого созвона. И, Саш, если у тебя есть вот твой канал, и то, что ты хочешь там донести людям, ты можешь тоже скинуть, и мы как бы дадим возможность тем, кто в записи будет смотреть. Так, хорошо, спасибо. Спасибо. Благодарю всех за то, что потратили время. Надеюсь, что мы полезны будем и были друг к другу. Пойдем спать. Всем спать. Благодарю всех. Станислав, Александр, Юра, огромное спасибо за прямой эфир. Продолжаем в том же духе обменивши информацией. Благодарю. До встречи. Убедим, товарищи. И что? И это.